Здравствуйте, в эфире новости АТН, в студии Александр Тихонов, коротко о главном. Мне ничего, вот как вот это вот на праздники последние вот это всё засыпало, никто ничего не чистил, ни разу. Вот это идёшь и в надежде, дай Бог, чтоб не упал. На Бога надейся, уборки не ожидай. В большинстве харьковских кварталов нога дворника не ступала, и колёса снегоуборочных машин не въезжали, жалуются жильцы. Владелец пытался несколько раз, он хотел завести автомобиль, не получалось, он думал сразу отремонтировать, но она также не получилась. Замерзающая на трассе, как для молодой семьи, поездка в гости превратилась в испытание холодом в заглохшем автомобиле. Погода меняется, дождь, снег. Вот видите, вы сейчас такая погода, туман. Вечером уже обещают минусовую температуру, то есть это всё практически каток становится. Готовы спешить на помощь? По первой просьбе спасатели открыли на Харьковщине мобильный пункт помощи водителям. Итак, подробности. Снежная каша под колёсами и лёд под ногами. Харьков справляется с последствиями сильного снегопада, надеясь, больше на Бога, чем на коммунальную службу. Чем дальше во дворы, тем больше снега. Только за вчера, по информации Харьковского горсовета, с дорог города вывезли 700 кубических метров снега и наледи. Высыпали 1700 кубических метров песчано-солевой смеси и около полутысячи тонн соли. Очищать харьковские улицы ночью должны были 80 машин, а сегодня днём работали 148. Но в отличие от центральных магистралей и тротуаров, в большинстве харьковских дворов, нога дворника не ступала и колеса снегоуборочных машин не въезжали, жалуются жители. Мне ничего, как на праздники последние, вот это всё засыпало, никто ничего не чистил. Ни разу. Вот это идёшь и в надежде, дай Бог, чтоб не упал. Конечно, этих дворников как будто нет. А вот на эту остановку я выхожу, вот Тобольская, хоть бы к остановке расчистили какие-то дорожки. Нет. Вот это снега как насыпало, и вот эти вот, знаете, потоки текли, и вот так вокруг я обходила, и прямо по вот этим вот лужам. Никак, вот как вот видите, такие расчищаются. Ну, как? Насколько? Вот никогда. Никогда. За эту зиму были уже кто-то? Ну, были и гололёды, и всё, и никогда. Я в этом доме живу, и вот у нас вот место очень неудобное. Спуск, и как раз очень гололёд большой. Некоторые водители, завидев непролазную снежную кашу, даже не рискуют заезжать в свой двор и решают припарковаться поближе к основной дороге. В городе нормально. Во дворах как? А во дворах, ну, так, ничего не чищено. Это вот после снегопада, насколько сейчас тебе тяжело заезжать, выезжать? А сейчас вообще снег мокрый, очень трудно. Оно ж пробуксовывает. Я даже вот со стоянки выезжал, получается, за ночь нападал снег, еле выпал со стоянки. Боитесь, завтра там ударит мороз, заледенеет? Будет лучше. Если мороз ударит, это ж всё коркой возьмётся, будет лучше ездить. В центре всё выбирается, в принципе. Ну, во дворах, конечно, нет. Во дворах вот люди ходят по колено снега. Кому снега по колено, а кому и по колёса. Тающие сугробы и коварный гололёд под ними, отчаянных любителей двухколёсного транспорта, пересесть на общественный, всё же не заставили. Плохо, потому что колёса вязнут, снег и лёд скользко. Ничего хорошего. А на дорогах лужи. Где уже успели? По центру проехаться? Ну да, я с Алексеевки на БЦАД и обратно. Из-за январской непогоды и обледенения взлётно-посадочной полосы в последние несколько дней с перебоями работал Харьковский аэропорт. Так, сегодня отменили два самолёта – Харьков-Стамбул и Стамбул-Харьков. Задержаны были рейсы – Харьков-Минск и Минск-Харьков. Среда, по прогнозам синоптиков, принесёт Харьковчанам плюсовые температуры. Днём – от одного до четырёх тепла. Метеорологи обещают пасмурную погоду с прояснениями. Местами будет срываться небольшой снег, на дорогах останется гололедица. Очищать улицы ночью, обещают у мэрии, выйдут 87 машин. Алёна Сырока, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Замерзающая на трассе для молодой семьи поездка в гости превратилась в испытание холодом в заглохшем автомобиле. Спасателей вызвали не сразу, но те добрались вовремя. Трасса Харьков-Изюм. Накануне вечером молодая семья отправилась к родственникам в гости. Однако по дороге, неподалёку от села Петрополье, Шевченковского района, их автомобиль ВАЗ-2108 заглох. 21-летний мужчина попытался завести машину самостоятельно, устранить неполадки. В это время его жена и трёхлетний сын сидели в уже остывшем салоне «восьмёрки». Владелец пытался несколько раз, он хотел завести автомобиль, не получалось. Он думал сразу отремонтировать, но она также не получилась. И уже на последних он вспомнил о том, что у него работает мобильный телефон. И он, как он сообщал ребятам, говорит, ну я всё-таки не знал, поможете или не поможете. Но я набрал телефон 112, попал в районное подразделение. И в районном подразделении выслушали меня. К месту вызова выехало дежурное отделение спасателей. Когда прибыла помощь, семья уже сильно замёрзла. На холоде они пробыли, заверяют в главном управлении ГСЧС в Харьковской области, около трёх часов. Спасатели тут же поместили пострадавших в тёплый аварийно-спасательный автомобиль и принялись осматривать сломанное авто. В этот момент они даже слова практически не могли сказать. Ребята осмотрели автомобиль, да, действительно, он поломался, там была серьёзная поломка, нужно было замена авточастей. О них сообщили об этом ближним родственникам, которые там находились. Вместе со спасателями молодая семья дождалась своих родственников. Спустя некоторое время те приехали за родными и взяли на буксиры их сломанный автомобиль. Спасатели тем временем предупреждают о вероятности осложнения погоды и призывают автовладельцев учитывать погодные изменения. Перед дальней поездкой проверять своё транспортное средство и быть внимательнее на дорогах. Инна Степанишина, Павел Велицкий, агентство телевидения Новости. Для помощи водителям при сложных погодных условиях на Харьковщине открыли мобильный пункт. Снегопад и мороз осложнили при движении автомобилей, а нынешнее потепление привело к гололедице. Спасатели расположились у самого опасного участка трассы Харьков-Киев и готовы выехать на помощь по первой просьбе. Трасса Харьков-Киев до города всего 50 километров. Но именно этот участок из-за холнистости считается очень опасным. Плохую погоду грузовики здесь часто заносят, подняться на гору они не могут и создают заторы. Роман – дальнобойщик, проехал почти тысячу километров. Расчищенные дороги, говорит сейчас в Украине, большая редкость. С Киева до Полтавы дорога отличная. Полтава не убрана совсем. Проехать практически очень тяжко. Нема съездов, нет съездов, не почищенные. Практично остановиться нема где на дорогах. Мобильные пункты помощи водителям также не встретить, жалуются водители. Первый, который попался на пути, расположен возле валок. Да и тот работает только второй день. Это три ЗИЛа, которые за короткое время могут быстро добраться до пункта назначения. Машины обогреваются внутри. Здесь в случае чрезвычайной ситуации могут согреться водители, а спасатели предоставят первую помощь пострадавшим до приезда скорой помощи. Здесь у нас аптечка, опись аптечки. В ней самое необходимое. Перекись водорода, парацетамол, бинт, вата, валидол, сухой лёд, шприц, навокаян. Одновременно тут могут приютить три десятка водителей и пассажиров. Правда, за сутки работы, пока к спасателям за помощью никто не обратился. Потеплело и пошёл дождь, очистивший трассы от наледи. Но спасатели мобильный пункт не сворачивают. Ночные заморозки – самые неблагоприятные условия для водителей. Спасатели по опыту знают – в такие периоды обращений больше всего. Погода меняется. Дождь, снег. Вот видите, сейчас такая погода. Туман вечером уже обещает минусовую температуру. То есть это всё практически каток становится и много автомобилей останавливает. Заглох двигатель, закончился бензин, занесло в кювет. Спасателей нужно вызывать по номеру 101. Здесь постоянно дежурят 12 бойцов. В случае необходимости спасатели задействуют и валковских сотрудников автодора. Их техника также дежурит на мобильном посту. Вчера по всей области был циклон, который принёс очень много снега. Были порывы ветра, что способствовало возникновению перемётов на дорогу. Пока у нас циклон отошёл, погода позволяет сделать передышку. Финансируется мобильный пункт из государственного бюджета. Это питание для бойцов и топливо для машин. Во сколько обходится содержание, спасатели не подсчитывали. Всего же в области, говорят, работает более 300 малых пунктов обогрева. Я уже говорил, что у нас нет разделения, на что. Государство обеспечивает топливом нас. Если в случае серьёзной, длительной работы, то местные органы власти тоже помогают продуктами питания, потому что это общая задача. Так, разделения нет по затратам. В случае ухудшения погодных условий на трассе откроют ещё один пункт помощи водителям. Теперь в Волчанском районе. В районе села Фёдоровка также есть опасный участок, где в снегопаде случается большое количество аварий. Анна Василенко, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. Та статья была о том, что какие-то футбольные фанаты на территории Российской Федерации поддерживают Украину. Скажите, ужасная статья. Как после этой статьи Российская Федерация всё ещё целостная, непонятная. Как журналистов записали в экстремисты, сайт новостей АТН могут запретить в России. Роскомнадзор пожаловался провайдеру, запутавшись в трёх буквах. Течёт не вода, а что-то похожее, эмульсия с глиной, мазут. Вода ржавая, оплатить приходится как за чистую. Жители одной из многоэтажек в Червонозаводском районе готовы дойти до прокуратуры. Куда делся бивень? Вид слонихи Тендини на шутку встревожил посетителей зоопарка и вызвал обсуждение в соцсетях. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Выдвинули обвинение, но запутались в трёх буквах. Роскомнадзор встревожила публикация на сайте АТН о том, что футбольные фанаты из Краснодарского края России поддержали Украину. И теперь сайт новостей АТН может быть запрещен в России. Как журналистов записали в экстремисты. Сайт новостей АТН могут запретить в России. Сегодня на редакционную почту компании пришло письмо от хост-провайдера крупной немецкой компании о том, что на агентство телевидения новости поступила жалоба от Роскомнадзора. АТН нужно предоставить необходимые разъяснения, иначе провайдеру придётся отключить ресурс в течение 24 часов. А вот от самого Роскомнадзора никаких писем. Оказалось, там запутались в трёх буквах и промазали с адресатом. Отправили уведомление на другой сайт АНТ-ЮА, и уже они переслали его адресату. В уведомлении речь идёт о том, что харьковская СМИ якобы разместила информацию, которая содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях. Сам материал, который так встревожил Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и Генеральную прокуратуру Российской Федерации, был опубликован ещё в мае 2014-го. Та статья была о том, что какие-то футбольные фанаты на территории Российской Федерации поддерживают Украину. Скажи, ужасная статья. Как после этой статьи Российская Федерация всё ещё целостная, непонятно. От компании потребовали удалить подрывную публикацию в трёхдневный срок. Но согласно редакционным принципам, материалы с сайта канала не удаляются. Тем более на основании того, что они якобы нарушили внутренний закон страны-агрессора, отмечает Никита Юг. Тем более, что в сложившейся ситуации пострадать могут думающие российские пользователи. У нас есть пользователи из Российской Федерации. Их немного. Их в сутки в среднем тысяча человек. Но это есть кто-то в Российской Федерации, думающий, смотрит, читает. В половине, возможно, из них боты какие-то. Но всё-таки есть люди, которые в Российской Федерации нас считают, им нужно знать правильную точку зрения. И вот мы сейчас будем думать, что делать в этой ситуации. Все необходимые разъяснения редакция новостей АТН отправила провайдеру хостинга. Мы работаем по всем законам Украины и вообще не выходим за какие-то рамки международного права. Мы никогда не выходим. Что является, в принципе, подтверждением того, что за все годы, более 20 лет нашей работы, у нас нет никаких нарушений. Уже во время записи интервью пришел ответ от провайдера. Объяснения получили, изучили и отключать сайт АТН никто не будет. Для украинских пользователей ничего не изменится. Если же российские власти всё же решат ограничить своих граждан в доступе к информации и заблокируют сайт на своей территории, способы следить за новостями АТН всё же останутся, говорит Никита, с помощью специальных приложений, которые позволяют обойти систему запрета. Алена Сырок, Андрей Домовое, агентство телевидения новости. Вода из-под крана цвета кофе с молоком. Жители одной из многоэтажек в Червонозаводском районе уже несколько месяцев вместо чистой горячей воды видят ржавую. Люди жалуются, обращались и к коммунальщикам, и к поставщикам воды, и к городским властям. Однако проблема до сих пор так и не решена. Вместо чистой горячей воды – вода, цвет которой больше похож на кофе с молоком. Жильцы этого дома по улице вокзальной жалуются. Уже несколько лет из их кранов периодически бежит ржавая жидкость. Однако в последние полгода это стало уже постоянным явлением. Говорят, по утрам принять душ или искупать ребёнка в горячей воде практически невозможно. Она не только рыжая, но и еле тёплая. Людям приходится греть холодную воду в кастрюлях и тазиках. Чтобы получить вместо светло-коричневой жижи светлую воду, говорят жильцы, нужно выжидать около трёх часов. Однако даже в светлой воде остаются осадок. Течёт не вода, а что-то похожее, эмульсия с глиной, мазут. Вот это остаточный продукт жизнедеятельности вот этой всей воды. У нас останавливаются, сами выходят со строя краны, не то что там вот счётчики. У нас вода горячая, всё время рыжая, всё время. И такая, ну комнатная, считай, если, не знаем, как они там топят. Но у нас приходило мерять это 38, 37, ну 40. Не откроешь кран, у меня счётчиков хоть нет, для меня это, я всему дому спускаю, потому что нет счётчиков. А так она же ржавая бежит. Кроме того, жалуются харьковчане, несмотря на некачественную воду, платить приходятся внушительные суммы. Уверяют, неоднократно обращались и в мэрию, и в харьковские тепловые сети, и к начальству Южной железной дороги, непосредственному поставщику воды. Но проблема до сих пор так и осталась нерешённой. Вода постоянно идёт из крана рыжая. Мы платим такие огромные деньги, не зная за что. Настоящих, качественных услуг мы не получаем. Неоднократно обращались с письмами, то есть жильцы писали, что плохое водоснабжение горячей воды, вода рыжая. Даже выходили на уровне мэра города. Ну там делались отписки, и никто не принимал никаких мер. При службе коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» новостям АТН сообщили, что о проблеме знают. Подтверждают, харьковчане действительно к ним обращались не раз. Однако воду подаёт строительно-монтажное эксплуатационное управление Южной железной дороги. Они же, говорят в ХТС, занимаются ремонтом и перекладкой труб. А тепловые сети, уверяют в пресс-службе, осуществляют только подогрев воды. В пресс-службе ЮЖД подтвердили, что дом действительно находится в их ведомстве. Кроме того, уверяют, что в данный момент создана рабочая комиссия, которая займётся данной проблемой уже завтра. В свою очередь, харьковчане утверждают, если в течение двух недель ситуация не изменится, будут обращаться в прокуратуру. Лариса Говина, Александр Проценко, агентство телевидения Новости. Куда делся бивень у слонихи? Харьковчане озаботились состоянием здоровья питомницы зоопарка Тенди, обнаружив у неё отсутствие одного из видоизменённых резцов. Сообщение о том, что слониха Тенди осталась без бивня, на днях появилось на странице «Друзья слонов» в Фейсбуке. Пропажу заметили внимательные посетители. Новость вызвала ажиотаж. Неравнодушные харьковчане начали интересоваться, куда делся бивень. Были и такие, говорит заводелам слонов и бегемотов Олег Грищенко, кто предполагал, что сотрудники сами спилили его на сувениры. Между тем, в отсутствии бивня виновата сама Тенди. Первый день Нового года эта темпераментная дама в очередной раз выясняла отношения со своим партнёром Ауном. Делала она это через ограждение и, видимо, в полуссоры зацепилась за него своим бивнем. Мы не можем их соединять в помещении, а он сильнее её, и здесь ей некуда будет от него убежать. Но она знает этот манёвр, что он не сможет зайти к ней в алире, поэтому там она достаточно нахальная и сильная дама. В результате вот такие у нас бывают катастрофы. Бивень Тенди сломала почти под корень. Правда, угрозы здоровью слонихи это не несёт. У самоказиатского слона эти видоизменённые резцы небольшого размера и пульпа не выходит в область самого бивня, говорит Олег Грищенко. Такая травма вполне естественна как в неволе, так и в природе, рассказывает специалист. Учитывая, что у слонов бивни растут на протяжении всей жизни, в их отделе, улыбается Олег, уже есть такие же обломки. У них ещё меняются зубы, и они тоже выпадают у них. Они их носят с собой, отдают персоналу, когда меняются зубы. Меняются зубы в течение всей жизни шесть раз. Поэтому весь этот процесс, он естественный и в зоопарке, и в природе. Сейчас оставшийся обломок обрабатывают антисептиком. Новый бивень у любимец и харьковчан можно будет увидеть уже через полгода. Пока же лишившаяся одного своего видоизменённого резца тенди, ничуть не унывает и с удовольствием лакомится яблоками. А ещё в теперешнем меню слонихи её друга Ауна снова свежая хвоя. Правда, в этом году новогодних деревьев, которые не успели разобрать до праздника, совсем мало. На отдел их выделили всего 40 штук, поскольку конкуренция велика. Среди любителей хвойного деликатеса ещё и практически все парнокопытные. Небольшая витаминная подкормка, а кроме прочего, это очень хорошее улучшение среды обитания животных. Потому что среди этой яркой зелени, хорошо пахнущей, насыщенной фитонцидами, конечно, животные чувствуют себя более комфортно. И это улучшение их непосредственно среды обитания. Всего в зоопарк поступило более тысячи непроданных елей. За праздничные дни их подъели основательно. И на следующей неделе хвойные деревья останутся в зоопарке лишь в виде подстилки. Оксана Нечапаренко, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok